Добрый день! Здравствуйте, приветствую вас в университете. Если вы здесь еще не были, надеюсь, вы также походите по нашим залам и посмотрите на то, что осталось от имперского величия. Здесь жили разные члены императорской семьи, а также Евгения Юрьевская, которая самая знаменитая фигура, неформальная история этого университета. И посмотрите на все это взглядом человека, который хочет это запомнить. Сегодня у вас будет попечительский совет вечером, поэтому мне придется уйти несколько раньше, чем день закончится, который должен решать, пойдем ли мы на масштабную реконструкцию этого здания, потому что Европейский университет не использует, не поверите, 25% территории этого здания. Здесь находился Институт охраны труда в советское время, и они установили такие промышленные станки, которые мы до сих пор не везде могли демонтировать. Вплоть до, не знаю, в Пименовской галереи, где находились скульптуры из Исаакиевского собора, до сих пор находится зал промышленных кондиционеров. Мы не смогли разрезать, несмотря на то, что живем здесь уже 20 лет. Теперь дни о Европейском университете, а о том, из-за чего мы здесь сегодня собрались. Моя задача сегодня троя. Во-первых, повторением изучения, и я заранее извиняюсь перед теми, кто уже видел части этой обычной презентации на тему того, что такое shared governance. С другой стороны, если смысл жизни теперь у нас не островский, что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а теперь мы читаем нитши, где вечное возвращение является идеалом, то повторением ощущения в этом отношении, значит, вы еще раз услышите то, что, возможно, уже видели. Вторая, моя цель на сегодня, она не будет реализована, это взять 1200 с лишним страниц отчета, если кто-то видел то, что уже сдано, естественно, это три тома таких вот бумаги, где, соответственно, излагается эмпирическая сторона работы, которую сегодня будут комментировать наши исследователи. В какой-то момент мне придется, видимо, все это сжать в Executive Summary на 5-6 страниц, которые требуются для тех, кто принимает решение по поводу того, что за всем этим делать. Executive Summary под названием УУУ, да, участие в университетском управлении в России возможно, нужно и стоит ли это делать и как это сделать. Но это можно будет в Executive Summary произвести в результате, я думаю, наших обсуждений, включая сегодняшние, а также тех рецензий на ту эмпирическую работу, которая была сделана, которые написали Джордж Глеслауэр и Игорь Ирозовский. Моя, поэтому, третья цель отчасти сегодня – это презентовать то, что по-стахаровски написал Джордж, который в течение последних 15 лет был сначала, то, что называется по-английски, Dean, то есть не просто декан, а человек, который раздавал деньги восьми факультетам, и потом провост, то есть человек, который полностью определял образовательную и научную политику одного из 12 компостов Калифорнийского университета, то есть Калифорнийского университета в Беркбе. И он сегодня не смог доехать, он был у нас в июне, когда эмпирическая работа шла полным ходом. Сегодня мы с нами вместе, когда заметила Ольга Ирозовский, и я думаю, что мы должны в этом отношении быть, по-русски называется «дабл-фейс Джейнус» в том отношении, что если какие-то вопросы есть к Береславу, я, наверное, во время своей сессии попытаюсь за него ответить, опираясь на его 65-страничный доклад. И он представлял точку зрения на участие в университетском управлении с точки зрения того, что называется в Америке «public university», то есть публичный университет или университет, финансируемый штатами. В то время как Лия будет презентовать свое видение того, как это практикуется в ведущих частных университетах в Америке. Вот это, наверное, в виде начала. Что в целом мы можем сейчас сказать о той страшной аббревиатуре, которая своей несерьезностью должна отпугнуть вас от желания внедрять это дело в свое университет? Что может быть хуже, чем три буквы «У» — участие в университетском управлении? Отчасти, когда мы смотрели на это, мы хотели сказать, что эта жуткая аббревиатура, она полностью отличается от того, что во многом предлагает нам новый закон об образовании, который, естественно, говорит об обязательных органах коллегиального управления, говорит о том, что по инициативе обучающихся профессоров могут создавать студенческие советы, другие коллегиальные отданы. Но на практике, например, как я помню свой первый дебат на подобном семинаре с ректором ЛТ, который теперь уже не часть группы «5-100», он сказал, что «Олег, рассказываете о участии в профессорах в университетском управлении, у меня все это есть. У меня есть 150 человек в ученом совете». Мы это избираем на 5 лет, мы режем ученый совет на 15 комиссий по 10 человек, и они там работают. То, что это не напоминает то, как работает, например, ученый совет, или то, что называется, академическим сонатом Беркли или университет Палифорнии и Лос-Анджелес, его не слишком удивляло. И я думаю, что во многом прав, потому что наши законодательные рамки и сложившаяся традиция предполагают, что ректор возглавляет ученый совет, и именно так формируются отдельные комитеты. Тем не менее, участие в университетском управлении во многом это совсем по-другому формирующийся комитет и совсем по-другому работающий академический сенат, о чем сегодня я отчасти и расскажу. Значит, естественно, себя мы отчасти всегда рассматривали как площадку, где пробуются разные международные практики высшего образования, и мы смотрим, насколько они адаптируемы или не адаптируемы для российской реальности. У нас из-за, скажем так, не желания копировать только для того, чтобы копировать, а исходя из новой реальности фондрейсинг и обеспечение университета, а также гитв по поводу внутреннего финансирования, сложилось несколько комитетов, с помощью которых мы пытаемся решать свои конфликты. Это вот третья часть слайда под названием самоуправление. Естественно, у нас в университете, так как мы частный университет, ректор, означается решением попечительского совета. Попечительский совет – это основной у нас управляющий орган. Председатель попечительского совета Михаил Борисович Петровский, директор государственного эрмитажа. Ну и для того, чтобы иметь возможность посоветоваться с нашими международными коллегами, мы также создали международный консультативный совет, который дает нам иногда советы по стратегическому направлению развития университета. Уже пять лет идет дебат, хотим ли мы открывать бакалаврят, например, и расколы есть как среди коллег в международном консультативном совете, так и внутри коллег в европейской университете, поэтому, например, мы не открываем. Но они помогают, люди из МКС помогают нам это решать. Туда входит, например, бывший президент Стамфорда Герхард Каспар, бывший декан faculty of arts and sciences в Гарварде, Генри Розовский, который поменял этот американский университет фундаментальной в 70-е годы. Туда входит президент Стэнфорда, ну, президент Джош Тарон Джон Деджиле, который до того, как стать администратором был политическим философом. Моя специальность тоже политическая теория была знакомой раньше. В разных конференциях встречались, теперь нам помогали административным советам. Но все эти регализы так важны, как вот то, что написано в разделе самоуправления. То есть те комитеты, которые помогают коллегам решать конфликтные ситуации по управлению многие университеты. Это комиссия по научному планированию, которые помогают делить небольшие средства на научные гранты по развитию университета. Это комитет по персоналу, который возник для того, чтобы, когда впервые стали приходить большие корпоративные профессоры, чтобы факультеты не столкнулись с луками под названием «Почему одному факультету дали, а другому не дали?» и «Почему внутри факультета этому коллеге дали большие профессоры, а этому не дали?». Есть финансовый комитет, который занимается стратегией, когда у вас очень сложно избираются коллеги, половина назначается ректором, половина избирается ученым советом на сложную систему. Сначала рейтинг голосования, потом жеребий. Это благодаря этому в первое издание финансового комитета попала женщина, которой не было 30 лет. Если бы не было жеребия, я не могу себе представить, как бы голосование не привело общеизвестно как Соколов всегда в этот комитет. В принципе, ее просвежение во многом помогало первым годам работы нашего финансового комитета. Ну, все это, когда я вам рассказываю, вы спрашиваете, хорошо, у вас частный университет, зачем все это нам слушать? Естественно, тот же самый вопрос задает Миноборнауки. Говорят, что, ну, хорошо, вы можете это внедрять и делать так же, как и российская экономическая школа так же, как и школ тех. Но основная реальность у нас это большие государственные университеты. Именно они сейчас выбраны для того, чтобы попасть в рейтинг и показать то лицо новой России всему миру. Вот там-то что-то подобное возможно. То, о чем вы говорите. Если вы действительно думаете, что система реалистична для России, то рекомендации на эту тему должны быть применимы прежде всего большим государственным университетам. Отсюда взялось это исследование. И как мы можем подумать о том, внедряем ли что-то, что помогает повышать научную производительность труда наших университетов, внедряем ли эти формы жизни, которые приводят к заметности университетов с точки зрения того, что они будут центрами производства научного знания, превращающегося в очевидные показатели в рейтингах и так далее. Ну, как вы знаете, есть достаточно простой и понятный дебат на тему экстенсивного и интенсивного роста. Сейчас, если университеты, попадающие в рамку 5-100, которые должны к 2020 году попасть в заметные места в рейтингах, получая деньги и могут доплачивать за публикацией своим профессорам, что особенно заметно делает высшая школа экономики, это, естественно, можно назвать методом экстрессивного роста, когда вы, наконец, мобилизуете профессоров заняться тем, чтобы посмотреть, где и в каком облоязычном рефируемом журнале опубликоваться. Однако ресурсы эти краткосрочные, представим себе, что они вдруг исчезнут или представим себе, что пределы роста достигнуты. В принципе, нормальная ситуация, как окажется, что профессор публикуется не из-за того, что он путем двух англоязычных публикаций устроит свою зарплату в этом году, а потому что он профессор. В этом, в принципе, сходится его призвание производить научные знания. И поэтому, например, наш дебаз с Ярославом Кузьминовым всегда сводился к тому, что как краткосрочный метод повышения производительности труда доплачивает профессорам заглызочные публикации хорошо, но вообще это должно быть нормой. Для того, чтобы люди выгодят эту рубитовую, они должны производить это сами. Почему, спрашивается, нормальный американский профессор публикуется? И много. Ну, первоначально, понятно, он хочет получить тынулу, то есть пожизненную позицию на основании показателей своей производительности, а после этого развитие его собственной карьеры должно становиться частью развития организации. Развитие организации является развитие его собственной карьеры, и позволяет ему, возможно, переехать в другой университет, стать заметным ученым в рамках той профессии, которая для него наиболее значима и так далее. И очень часто, когда мы смотрим на, как координируются интересы отдельного профессора и организации под названием университет, то самая простая логика взаимодействия между ними примерно следующая. Если я чувствую, что фирма мне предположит, то я, соответственно, ее развиваю, тем самым развивая свои собственные шансы улучшения этой жизни. Если эта фирма противостоит мне как отчужденная реальность, то мне гораздо лучше себя продать куда-нибудь другое место, или, если это возможности нет, просто игнорировать ее интересы и тупо максимизировать свои эгоистические ориентации для того, чтобы улучшить свою собственную жизнь. Естественно, при отсутствии свободного рынка перемещения академических кадров в России ситуация выглядит несколько по-другому, но к этому мы вернемся. Моя задача сейчас немножко рассказать, как в целом это функционирует, вот это ощущение, откуда берется это ощущение, что Беркли принадлежит отчасти его профессорам? Откуда берется ощущение, что Юси Элэй, голос профессора там будет услышан и он имеет значимую роль? Это прежде всего то, что называется faculty committees, здесь по-русски на слайде написано, да, мощная система участия в управлении через профильные комитеты. Комитетов, ну, если посмотреть на Беркли и на UCLA, да, представьте себе университета, где 40-50 тысяч студентов, количество комитетов по основным направлениям работы от 20 до 30, и спектр рассматривает вопросов достаточно большой. Этим комитетом дивидируется право выработки политики, например, по методам обучения, вводить сейчас или не вводить эти проклятые муки, да, имеете в виду multiple open online courses. Как это связано с интернационализацией обучения, например, имеем ли мы внешний кампус, или наоборот мы пытаемся привлечь китайцев к себе. И как это связано с тем, что мы одновременно развиваем multiple open online courses. Один комитет занимается этим. Другой занимается тем, что пытается четко устроить правила создания того, что называется job search committees, комитет и полный на разных факультетах. Третий занимается жалобами, совершенно разными. последнее, что меня поразило, в Гарварде сейчас, я не знаю, расскажет ли об этом Лия, президент Гарварда только что написал о последнем опросе женских студентов. Количество sexual harassment на кампусе превысило все, что могли себе представить по последним опросам. Рега будет комиссия создана, которая будет заниматься тем, что, в конце концов, и это мужское заведение должно стать больше женским, или, по крайней мере, учитывающим женский интерес. Представить себе, что это будет вводиться чисто по инициативе президента, без обсуждения в комитете, который вырубает приемлемые стандарты политики, как для мужчин, как для женщин, а для тех, кто менял пол, соответственно, мне трудно себя представить. Но вот эта проблема, соответственно, будет тоже в ближайшее время рассматриваться. Естественно, очень важные вещи, когда пожилые профессора, наконец, вводят место для тех, возможно, вот здесь только что из тех, кто закончил только программу PhD, получил докторат. То есть, проблема золотого парашюта или как привлечь человека в 65 лет отправиться на пенсию раньше, чем ему самому хочется. Какие виды пакета должны его устраивать одновременно, что ему надо пообещать, чтобы он понимал, что его не полости исключают, а хотя бы раз в три года он может преподавать курс, который может, чтобы и так далее. Вот эти все условия, естественно, никакой президент университета, никакой провоз, никакие DINs в одиночку придумать не могут, и эти вопросы отдаются на обсуждение. Жилье для переезжающих, вопросы ипотеки для молодых профессоров. Кто и что имеет право, кто, прежде всего, имеет право на льготную ипотеку? Почему университет платит для одних профессоров, сокращая процент по ипотеке, почему не платят для других? Если это решают только финансисты, то менеджерское решение не учитывает особенности мнения самих профессоров. Тут тоже всегда важно создавать комитет. Я сам небольшой любитель спорта времени мало остается на этом, но, конечно, спортивная жизнь одна из основных вещей в университете, американском. Комитеты по спорту меня всегда удивляют своей значимости. Футбольные команды – это что-то, что является, прежде всего, фокусом гордости. И вот разборки на тему, как наша футбольная команда связана с компоновкой, соответственно, ее, каким образом берем тупых людей, которые тем не менее будут выигрывать наши футбольные матчи, как мы будем им не ставить двойки для того, чтобы они не выглядели из университета. Что со всем этим делать, то же жизнь комитета очень значима. Значит, кто входит в эти комитеты, естественно, мы знаем, что, прежде всего, это профессора, которые имеют пожизненные позиции, то есть в ТНУР. Включать или не включать молодых профессоров в вопрос открытый, особенно учитывая, что сейчас большое количество критики сложившейся системы ТНУР по жизненной позиции исходит из следующего, что люди, получающие пожизненную позицию, опубликовав две книги, например, на английском языке, после этого останавливаются и больше не публикуются. Еще пожизненную позицию получили, до свидания. Поэтому очень часто университеты пытаются одновременно не только активизировать профессоров, сокращая количество пожизненных позиций, увеличивая позиции временные, но также, естественно, если у вас временные позиции, вы можете не доплачивать профессорам, потому что там нету полного пакета бенефитов. И в этом отношении количество временных нанятых профессоров растет почти что во всех американских университетов. Кого тогда включать? Ну, вот я покажу, потому что происходит в UCLA, там правило такое, если у тебя контракт больше двух лет, значит, ты можешь участвовать в управлении. Если тебя взяли всего на год, извините, вы почасовик просто приехавшие, не имеющие отношения к нашему заведению. Спасибо, что помогли нам преподавать курсы, которые другие не смогли. Ну, естественно, включаются студенты к тем вопросам, которые затрагивают студентов. Обсуждать правила пропуска в студенческие общежития можно только с ними. Это знают все, кто помнит, что революция 68-го года в Париже началась на кампусе на Антерн, потому что мальчиков пропускали в девочках. Знаете, чем все кончилось для остатка и бегуля. Поэтому этот комитет, соответственно, тоже комитет, который регулирует жизнь студенческого общежития, конечно, должен участвовать интересы студентов. Значит, какие отличия всей этой комитетской системы, чтобы сказать, почему мы не можем иметь внутри наших обычных ученых Советов? Наверное, может. Но первое, что меня поражает, и этого нет в Гарварде, я готов сразу это подчеркнуть, в Гарварде нету комитета комитетов. Комитет комитетов – это такой совет старейшин, который есть в Беркли и UCLA, когда комитет комитет называется, который сидит и мозгует, кого бы взять в какой комитет. Вот у нас, например, комитет по академической политике – там 9 человек. Ротация каждые три года, значит, он полностью должен обновиться, значит, каждый год надо поменять трех человек. На прошлом собрании выступал один горлопан. Если его не включить в комитет, он будет вмешать в университету дальше. Поэтому давайте-ка его возьмем. Но надо оградить его энергию деструктивную, вязкостью хорошего, квалифицированного профессора. Поэтому надо было убедить профессора X тоже вступить в комитет в этом году, потому что он авторитет для этого горлопана, и кто-то его будет слушать, и в результате они друг друга плюс на минус соединят, и комитет будет продуктивно работать, не будет расковывать так, что не будет принимать никакие предложения о политике. Есть, то есть, назначение простым ротчерком пероректора не практикуется. Практикуется вот эта странная система, когда есть люди, прошедшие через разные комитеты, бывшие на разных выборных или административных позициях, и их выбирают и говорят так, значит, вы сейчас должны назначить кандидатов во все 20 или 30 комитетов. Вот есть такой ЦК. Но этот ЦК тоже датируется, и этот ЦК понимает, что у него моральная ответственность, чтобы комитеты более-менее работали. Значит, регулярная ротация обеспечивается за счет этого. И надо понимать, что эта система тоже, хотя она существует, например, в системе университетов штата Калифорния, она не поощряется многими частными университетами, которые говорят, кому нужна эта тягомотина. У нас есть умный пророст. Он знает, кого взять и так. Это гораздо быстрее. Он назначит комитет, и они быстрее будут работать, чем мы будем сидеть и слушать, пока эти старички и старушки, соответственно, найдут тех, кто будет работать в объемном комитете. И надо понимать, что все это делается, опять же, не ради того, что называется демократия. Все это делается для меридократии, а не для демократии. Все это делается для того, чтобы выбрать людей, которые будут наиболее лучшими профессионалами в своей области. И чтобы в комитетах, которые создают условия для работы этих профессионалов, попадали люди, которые обеспечат возможность создания условий привлекательной работы в этом университете. Значит, когда последняя строка, да, написана на этом слайде, что вы заметите, что участие в университетском управлении имеет жуткое слово участие, которое себя привлекает. Кажется, что, прежде всего, УУУ – это аргумент про то, что есть один авторитарный вектор и надо его власть ограничить с помощью участия профессоров. Ничего подобного. Share governance, УУУ – это, прежде всего, тезис про то, что нужно сильная исполнительная власть. Ее чаще всего в наших университетах бывает и не хватает. И разговор этот не о том, что надо вводить демократию и участие профессоров, а разговор этот про то, что надо сделать так, чтобы решения, принимавшиеся, привозили к цветению меритократии, к цветению того, что на позиции назначается лучше профессионала, который производит заметное знание, которое делает университет центром жизни, объектом зависти и привлекательности, и моделью привлекательности. Значит, когда мы говорим об share governance по-английски, один из наших советников, например, Герхард Каспер, который был президентом Станфорда в 90-е годы, он знаменит тем, что взял про гостом черного профессора женщину, которая не очень хорошо понимала тот субъект, тот предмет, который изучал, к слове стадис. Поэтому решил, слушай, не надо тебе заниматься этим делом, лучше заниматься в организации, у тебя это получается. Это была кандалица Райса. Значит, и Герхард всегда говорит. Слово share governance имеет одно плохое термин, одно слово shared. Надо называть его good governance. Вы же called it good governance. Имеется, что нас интересует хорошее правление, а участие, неучастие — другой вопрос. И когда разговариваешь с людьми подобными, ты понимаешь, что на самом деле удачная система shared governance — это смешение, с моей точки зрения, трех элементов. Это настолько банальная истина в моей дисциплине, в которой политическая теория. Потому что это впервые описал Полибий на примере Рима. Потом это повторил Цицерон. Потом это повторили громадное количество христианских авторов. Потом это писал Макиавелли, когда он не заискивал перед принцами, а писал для республиканцев рассуждение о первой декаде Тель-Ливе. Потом это повторяли все до Монтесхью и Руссо. Главная и нормальная система устойчивого правления — это прежде всего смешанное правление, кабинет у чистой формы. Нам не нужна нечистая власть одного, нечистая власть лучших или некоторых, или нечистая власть всех. Нам не нужна ни монархия, ни аристократия, ни демократия, но нужна смесь, потому что тогда они контролируют друг друга. Почему Венеция просуществовала 800 лет как тишайшая, но очень эффективная республика? Потому что там была именно смесь. И университеты во многом хорошо работающие. Университеты напоминают небольшой город, хорошо работающую Венецию, а не плохо работающую Флоренцию, где, соответственно, она тоже была республиканской, но неустойчивой и недолгой. Значит, прежде всего нам нужны сильные монархические линии. Не участие, прежде всего подчеркивается, а сильная исполнительная власть. Не забывайте, что, еще раз, человек по имени Дин в американском университете — это не декан, который на своем факультете правит всем. Дин — это человек, который сидит над пятью, шестью, десятью людьми, которые называются chair. У нас chair должен переводиться в русском, это аналог ДК. Дин — это человек, который определяет основные ставки по зарплатам и количество ставок на данном факультете, так называемой FTE — full-time equivalent. И он также, естественно, ведет индивидуальные переговоры по поводу найма звезд. И это человек, который подписывает, в конце концов, все контракты. То есть, когда к нему приходит на подпись то, что он выбрал определенную комиссию по поиски нового коллеги, у него есть право вето. Причем право вето, может быть, применяться и без обоснования. Но если ты хочешь уважать тех коллег и чтобы они в дальнейшем работали мотивированно, естественно, это должна быть мотивированная вето, которая объясняет, почему декан не подписал данный файл. Ну, один из примеров, один из наших лучших профессоров приехал к нам из МИТ. Он приехал к нам из МИТ, после 8 лет работы там и возглавлял у нас направление Science Technology Studies. Почему? Потому что у него была одна книга, полностью сделанная на английском языке, вторая была сделана в сообществе, в соавторстве с Бруно Латуром, который один из лидеров направления Science Technology Studies. Но это было введение к переизданию Габриэля Тарда, одного из классов по французской социологии. Вторая книга не была рассмотрена как заметный вклад в научную жизнь. Тем не менее, факультет, комиссия факультетская, когда рассматривал промоушен, то есть оставить этому профессору и дать ему важную позицию или нет, вышла с инициативой оставить декану, то есть где ему было легче уволить его, сказав, что мы можем скопрометировать стандарты МИТ по назначению очевидных звезд, лучше у нас будет дополнительная позиция и мы привлечем нового человека, который за ближайшие 6 лет произведет 2-3 книги на английском языке заметны и у нас не будет вопроса, что тут вы дали слабину. Подобная ситуация повторяется регулярно и сильная исполнительная власть имеется в виду единоличные решения, которые очень часто бывают непопулярными. Как вы видите, решения этих динс точно также отменяются провозками, которые концеприруют власть над ними. Решение провозка может быть отменено президентом. Решение провозка какого типа? В Беркли, например, один факультет радостно нашел деньги на Turkey Studies, на исследование турецкой истории и вступят ли они к анониме Евросоюз. Когда все согласовали, все комитеты, эту позицию, она дошла до провозка, провозка ее не потрясал в создании профессора. Почему? Его вопрос был к донору, который было турецкое правительство. Можем ли мы назначить на эту позицию, если по конкурсу лучшим будет человек с армянской фамилией? Донор четко сказал «нет, никогда». Он сказал «тогда мы не берем, а то, что мы надумали на предуполе факультета, которые согласились с вами, это их собственное дело». То есть провозка отменяет решение ДИИН, если ему кажется, что это неприемлемый сюжет, а можно обосновать. В этом отношении американцы всегда сурсом смотрят на немецкую систему университетов, где профессорская корпорация выбирает ректора из среди своих членов. Потому что ректор становится заложником тех, кто его выбирал. ДИИН, провоз, президент выбираются с помощью search committee и назначаются либо попечителями, либо вышестоящим начальником. Это должно гарантировать биоритократию. Конечно, и человек должен сменяться в определенный момент. Конечно, они должны проходить также и в своем регионе. Но выборы коллегами основных лиц исполнительной власти выглядят для американцев как способ превратить ваш университет в заведение, где все друг другу улыбаются, и в результате падают стандарты производительности труда и падают великоградия. Второе. Когда есть сильная исполнительная власть. Как мы знаем, монархия легко вырождается в тиранию или в симпатию. Ограничение этому в политической теории известно. Или демократические, или аристократические. Американские университеты противуют аристократическое ограничение. А именно, прежде всего, это мнение лучших в данном университете о том, что делает провоз, декан, президент. Лучшие, причем, это прежде всего профессора, которые добились чего-то, чье мнение о том, как функционирует заведение, очень важно. И это те факультеты, те факультеты, те факультеты, те комитеты, которые вместе пытаются принять решение по угоду определенной части университетской жизни. Как вы понимаете, ни одна система управления не создается за счет того, что некоторые доброходы говорят, ой, как здорово, надо бы дать кому-то побольше власти. Власть чаще всего или забирают в результате протеста и конфликта, или власть отдают, потому что уже сил больше нет принимать решения за всем. Президенты, провозки или деканы делегируют право принятия решения комитету, потому что иначе у тебя в прихожей будет сидеть 20 человек, которые будут задавать вопросы по всем этим вопросам, и тебе просто не будет хватать времени физически отвечать на все эти вопросы, которые ведут в университетской жизни. Аристократическое мнение создается за счет вот этих комитетов и за счет заслуженных профессоров. Благодаря тому, что президенты понимают, что, или провозки, что они могут отменить любое решение, в принципе. Но учитывая, что у них нет времени заниматься каждым решением, хорошо бы было кучей людей, которые по мозгу узнают эту тему и потом принесут решение, а ты посмотришь, нет ли там просто перегибы в какую-нибудь сторону, и отменишь его, если бы увидишь. Ну и есть демократический элемент, который всегда важен в системе смешанного управления. Чаще всего это или вклад в студентов, которые оживляют жизнь заведения вопросом, не засиделись ли вы, и не происходит ли то, что университет стал университетом только для профессоров? Не кажется ли вам, что вы забыли основную миссию учить студентов? Или это элемент под названием включение вкладчик профессоров, в которых, естественно, злые вопросы, почему эти приятели, которые не публикуются, решают нашу жизнь? Ну хорошо, они получили эту новую, что теперь и навсегда. Или это включение сотрудников административного аппарата, которые говорят, слушайте, я вот тут в отделе развития всюду зарабатываю на вас все эти деньги, и я даже не могу прийти и сказать, что вы обсудите тратить. То есть подобного рода демократические элементы тоже встроены в систему, они должны быть, иначе аристократия превращается в то, что во всех в классической политической теории называется олигархи. Когда аристократия, вместо того, чтобы быть властью лучших, становится властью в интересах тех, кто властвует. И это становится неправильным. Значит, особенность Америки заключается в том, что, естественно, Гарвард Тебилл был первым колледжем, в колледже Уильям и Мэри, Уильям Ставан и вторым, и все они первоначально пытались скопировать, с кем решился. Но были они самоуправляющимися корпорацией профессоров недолго и в какой-то момент быстро поняли, во-первых, а, мы бедные, то есть нам нужны деньги, а раз нам нужны деньги, нам нужны внешние управляющие, которые деньги будут давать, но заодно и говорить им, что делать. В какой-то момент появилась вот эта структура внешнего борда, который контролирует основные правила принятия решений внутри профессорской препарации. Этот слайд показывает обычные комитеты, например, это половина комитетов существующих в UCL по разным разделам. Вот первые, значит, три комитета, они регулируют академические программы и академическую политику. Первый комитет, например, что делать с тем, что можно заработать на том, чтобы получить стариков, и во-вторых, тоже нам нужно все-таки не быть башней слоновой кости, а быть каким-то образом развернутым к тому сообществу, где мы живем. Город должен нас замечать. Второй комитет, примите на International Education, что делать с международными студентами, еще раз, да, иметь кампусы на выезде, как делает NYU, New York University, или наоборот, привлекать больше к себе. Или это фальшивая тюрема, можно сделать и то, и другое. Кстати, комитет подобный, если он не формулирует нормальную политику, он приводит к жилким конфликтам. NYU, New York University, сейчас самый богатый университет на Манхэтте. Он был нулевой университет в конце 80-х годов. Сейчас он покупает самых богатых, он, например, самых лучших профессоров. Даже гармот иногда не может у них перекупить профессоров. Что случилось там? Там была просто простая и гениальная идея. Вам не стыдно, что на Манхэттене у нас нет хорошего университета? Скиньтесь, если вы живете на Манхэттене, да продайте парочку своих пандхаусов и принесите в университет, мы купим нормальную профессоровку. В какой-то момент это сработало, но они также стали активно вкладываться в то, что называется Global Network University. Они стали строить кампусы везде. Каким образом? Они взяли в Бабу дали деньги местного шейха и построили громадный небоскреб, который является частью ВНВ. Они сделали то же самое в Китае. Они думали сделать то же самое в Индии. Знаете, чем все кончилось? Президент получил два голосования No Confidence World. То есть два раза Академический Сенат принимал решение о том, чтобы президент взорвался, тратить деньги не туда, забыл про своих профессоров, кто не может снять квартиру на Манхэттене и вместо этого ездит и лежит в задницу в консервативном режиме в Убудаде. Зачем это надо? Президент ответил на голосование Сената Академическом, сказав, я не обязан вас слушать, меня назначают кубичители. Кубичители сказали, мы не обязаны их слушать. Произошли массовые протесты. Второе голосование. И встал вопрос о том, что будет ступор фактически конкретный. То есть люди начнут бросать университет или начнут саботировать некоторую политику. В результате сейчас, весной 2016 года, после трехлетнего конфликта президент New York University уйдет в отставку. Почему? Как случилась эта ситуация? Потому что коммити on international education плохо работал. Политика не обсуждала решения с основными так называемыми стейкхолдерами, с основными людьми, кто заинтересован в обсуждении развития университета. Прежде всего отправляем профессоров в пустыню Агудаби или покупаем больше им квартиры, помогаем им освоиться на дорогом Манхетане. Не учет размышления о том, что такое international education привело к этому конфликту в New York University. Другие комитеты я могу прокомментировать, но видно, что три комитета занимаются ресурсами. Три комитета занимаются, только функционирует академическое сообщество, например, комитет по академическим свободам, куда идут жаловаться на тему того, что меня притесняют. Разные роды комитеты, которые занимаются управляемостью всей этой системы. Вон там и два комитета чисто по жалобам. Три, вернее, комитета, которые занимаются жалобами. Это половина всех комитетов. Эта картинка показывает общую структуру управления ЕСЕЛА. То, что называется у них сенатом, никогда не встречается в одном месте. Эти 3600 человек, которые наверху нарисованы, это просто люди, голосующие за избрание постоянного органа, который называется вычислить ассамблент. Это 145 человек, которые будут производить второй кусок на слайде, которые будут производить решения о тех нормах, в соответствии с которыми живет университет. Эти, естественно, 145 встречаются нерегулярно. И для того, чтобы был постоянный орган, выбирают executive board 12 человек, которые встречаются более регулярно. Он формируется особым образом. И legislative assembly, вот эта вот команда 145 человек, которая встречается несколько раз в году, выбирает самый главный комитет, который дальше формирует другие комитеты. комитет комитетом. Не знаю, насколько подобная структура подошла бы русским университетам, потому что, как вы понимаете, она сложилась в калифорнийской системе в результате долгих и продолжительных конфликтов. У нас они другие, и это может быть неприемлемо. И почему я тут делаю паузу? Потому что, например, когда Джордж Брославов, который пытался посмотреть с его точки зрения, что из калифорнийской системы можно было бы рекомендовать русским университетам, его ответом было, что комитет по комитетам создавать не надо сейчас. В нынешней ситуации, когда русские университеты должны трансформироваться, еще раз, им нужна не демократия, им нужна ориентация на милитократию. Ориентация на милитократию очень часто означает сильная, быстрая, гибкая исполнительная власть, но ограничена аристократическим мнением и демократическим элементом, которые временами не дают ей взорваться. Как я уже сказал, Брис Лауэр написал где-то 65 страниц рекомендаций по-статканински. Я сейчас расскажу о некоторых из этих рекомендаций и останавливаюсь, чтобы было еще полчаса на вопрос и ответ. Так чтобы мой изумной нитон не превратился в конце концов в долгую проповедь. Значит, в оставшиеся 7 минут, что практически написал человек, который по-русски он тоже читает, но тут он применял свое знание, наверное, не России, а свое знание того, как функционировал Беркли, когда он был Дин и потом Пробост и Элизабетик Вальчанцева. С его точки зрения, то, что Ленин называл решающим звеном в цепи, то, чего можно вытащить реформу, это создание того, что в Беркли неправильно называется комитетом по бюджету, но на самом деле в других университетах называется комитет по академическому персоналу. Это комитет, который регулирует правила поиска новых профессоров и контролирует качество назначения. Самое главное найти тех коллег, которые, если не звезды, то ориентированы на развитие себя и развивая себя, они будут развивать саму организацию. Прежде всего надо создать подобный комитет, написал Джордж. Я спросил, типа, а где взять для него людей и каким образом его компоновать? С его точки зрения, неужели, говорит, у вас в каждом университете нету 9-10 человек, которые имеют международный опыт, половина из которых поработал в зарубежных университетах, и чей авторитет признается, потому что они или публикуются, или их любят бесконечно студенты, или они заметны как люди, важные для вашей области, вашего города и так далее. То есть чей авторитет будет очевиден. Плюс очевидно, что они в течение своей жизни не клали себе в карман деньги ради того, чтобы только просто улучшить свое имущественное состояние. Если они получали деньги, то они получали их заслуженные. Создать комитет первоначально, исходя из таких людей, задача достаточно сложная, но тут, к несчастью, придется, видимо, ее решать каждому университету отдельно взятому. Как вы понимаете, некоторые университеты могут ее решать с помощью аутсорсинга. Через то, чтобы выдать функцию решения о найме другим, это сделал Сколтех. Знаете, первое назначение в Сколтехе делал от MIT. Причем как они делали? Им, например, нужен биолог. Значит, они берут списки конкурсов на MIT. Кто-то побеждает, тот, кто не попал, был в втором или третьем списке. Они говорят, а хочет поехать, куча денег будет. Вместо Абу-Даби ехать работать на NYU, там тоже куча денег в Эмиратах. Но здесь зато прекрасная Москва. И комитет по персоналу в Сколтехе фактически первоначально функционировал именно как просто один из отделов MIT. Я нахожусь в Международном конструктивном совете Сколтехе. И когда мы это поняли, мы рекомендации выдавали Кроуле до того, как он был недавно. Объявил свои отставки о том, что в конце концов пора прекратить полностью передавать на аутсорсинг эту функцию. Вам нужно создать собственный комитет, где очевидно признанные люди с клиническим авторитетом регулируют и контролируют процедуры назначения. Второй вопрос, который, естественно, стоит перед многими нашими университетами хорошо. Представим себе, что внутри университета есть 9-10 человек, которые могут стать этим первоначальным органом изменения. Как все-таки избежать влияния старых отношений? Во-первых, у каждого из них есть друзья внутри университета. Также любовники, любовницы, старые связи, обещания и все остальное. Как избавить этот орган от влияния того, что мы называем человеческий фактор? С точки зрения того, что написал Крислауэр, я не знаю, насколько это реалистичная мера в течение сегодняшнего дня, и, может, завтра можно это обсудить. Он считает, что давление будет меньше на этих людей принимать решения неоптимальные, если они не будут заниматься переустройством существующих факультетов, а надо создать один новый межисциплинарный факультет и набить его новыми людьми, которые будут обеспечивать меритократический рост. Нежисциплинарный, имеется в виду, в вашем городе или в вашей институции наверняка есть какая-то сильная сторона, и это не связано с одним факультетом, это межпакультетский сюжет, который можно выстроить. Люди, которых надо будет брать туда, по крайней мере, не будут нарушать интересы тех, кто уже существует на реформированном факультете. Поэтому его идея заключалась в том, что и в России, и во многом в университетах в мире идет отход от факультетского принципа, переход к программному принципу. Если у вас есть заметная программа, вложитесь в нее. У нас в университете мы сейчас создаем Международный энергетический центр на базе иностранных студентов, которых мы учим на английском, Energy Politics in Eurasia. Думаем создать международную программу. Если у вас есть что-то по фотонной технике или неожиданный кластер, потенциально может сформироваться людей, которые будут заниматься тем, за что очень много сейчас платят пенсионные фунды в Америке, пока у нас не платят совсем внутри страны. Это тоже называется «Проблемы социологии здоровья» или по-английски Public Health. Туда объединяются и социологи, и биологи, и люди, которые занимаются демографией потенциальным. Туда также попадают и компьютерщики, которые можно создать что-то подобное. И вот с такого в пульте этого нанять предложил Бреславу. Опять же, вам решать реалистично это или нет. Хорошо, и как, и какие кадры туда нанять? Сейчас расскажу про последнее предложение, и не тут остановлюсь. С его точки зрения, то, что сейчас не предлагают американские университеты очень часто, даже самые лучшие, это нормальная семейная жизнь, где в паре и муж и жена являются значимыми профессиями. Очень часто одному человеку приходится страдать из-за другого. Если у вас есть позиция в Карборде, у партнера позиция в Нотр-Даме, это в Индиале, могу сказать. То есть, естественно, тут все оба, ее муж и жена живут в Кембридж-Массачуссессе, но один летает в Индиал. В конце концов, это достает чаще всего женщин, которым приходится летать. Нет, есть и другие примеры. Недавно умершая лидер словистики в Гарварде Светлана Боин, она была в Гарварде, а ее муж летал в Калифорнию. В какой-то момент это достает семью, потому что стоит вопрос, мы вместе живем или нет. То, что называется Cluster Hire или Double Offer. Это возможность сказать, хорошо, ребята, это Томск, но вы вместе. И билеты будете покупать вместе. И плюс у вас будет хороший ресурс пар. Я не знаю, насколько эта шапка закидательства, но предложение о том, что вы решаете их проблемы тем, что предлагаете Double Offer или Cluster Hire, то есть назначение Cluster Hire, да, это здорово. Второе предложение тоже совершенно будет предназначено не меритократическое. Этих пар, их нужно привлекать, тоже подумать, не можно ли создать, сразу взять и назначить 3 или 4 заметных человека в определенной области вместе. Человек едет куда-то, когда он знает, что будет работать со значимыми коллегами. Вы видите, что у вас есть пара на примете специалистов, которые сейчас готовы выйти на пенсию. Вы берете и говорите, давайте мы вас двоих возьмем, а еще скажите, с кем бы вы хотели работать, мы его тоже пригласим. И вы пытаетесь создать сразу концентрацию людей, которые вместе смогут что-то сделать. Это тоже называется Cluster Hire. Из того, что, как это иллюстрируется, например, в Петербурге нет значимой дисциплины под названием экономис. Ее просто нет, потому что в каждом из больших университетов есть, наверное, один, максимум два человека, которые имеют международное признанное имя. Это один человек в высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского университета, один человек в Петербургской вышке. Писаридес – нобелевский лауреат в Воспобугу на эконом-факе. Когда человек думает о том, чтобы поехать в Петербург преподавать экономикс, он понимает, что едет в пустыню. То есть для него это кошмар. Если вы делаете Cluster Hire, то вы создаете все равно каким-то образом среду, которая поможет привлечь ученых. Кстати, для Томска возможна стратегия не назначения всех в один университет, учитывая шесть университетов, а модель Парижской школы экономики. В Парижской школе экономики преподает, например, жена Сергея Гуреева, который самый публикующийся российский экономист, Екатерина Журавская. И Paris School Economics был придуман за счет того, что Париж тоже была пустыней для экономикс лет еще в 10-15 назад. Но они придумали это общее название. В Парижской школе экономики не существует. Это шесть-восемь профессоров, которые сидят в разных университетах парижских и вместе собираются на семена. И говорят, да, мы вместе создаем ту среду, в которую можно наконец приехать и осмысленно сделать карьеру. Вы не будете только со своими студентами. Другие рекомендации связаны с тем, что в ответ на подобные вопросы говорят, вот они все приедут, но забывайте, какая у нас нагрузка на преподавание на наших профессоров. Кто же освободит их от 20 часов преподавания в неделю? Ответ. Ну вот тут нужно сильное решение в вертикали власти, которые, возможно, поделят профессоров на research professors, teaching professors. Признайте честно, что вы говорите, некоторые заниматься только исследованием и публикацией. Дайте им отдельный статус. У меня есть один профессор в этом университете, который в прошлом году произвел один из публикаций. Мы его не таскаем в один комитет. Мы закрываем глаза, что он преподает двум студентам. Мы говорим, сиди и бежи. Главное сделать то же самое в будущем году. Возможно, подобные решения в частном университете гораздо легче, чем в государственном. Но надо думать о подобных решениях при привлечении новых договоров тоже. И когда я все это рассказал, я хотел бы обобщить это следующее. Пессимистичным размышлением. Или завершить это пессимистичным размышлением. Когда мы думаем о том, какие виды институтов можно было бы перенять, для того, чтобы российские университеты заработали так же эффективно, как ведущие мировые университеты, мы сталкиваемся с той же проблемой, с которой сталкивался российский парламент в 90-е годы. Когда копировали институциональные практики западноевропейских и североамериканских парламентов. Я в 90-е годы учился в Беркли. И я помню, как моя подруга, которая приехала исследовать российский парламент в 92-м году, стала просто тупо перевозить образцы законопроектов, которые регулировали телекоммуникации. Потому что в Думе не было специалистов и даже английский не знали. Она просто бросила всю эту диссертацию и просто стала экспертом по телекоммуникациям при российском парламенте. Вопрос, чему все это привело? Переняли институционные рамки, как мы знаем. Политическую культуру не переняли. Отсюда берется наш обычный сюжет под названием «Институты есть, но не работают». Хуже всего в образовательной реформе было бы повторить то же самое. Сейчас я вам рассказываю про все эти комитеты. Мы их насоздаем, а политическую культуру перенять будет невозможно. Как говорят многие из наших советников, к несчастью, «Shared Governance» — это не только формальная структура, это неформальные практики. Это признание среди лучших профессоров, что тупой администратор может отменить их решение. Это признание среди администраторов, что нельзя давить профессоров до конца. Это признание тех и других, что студенты говорят правду, и их надо допускать до участия в обсуждении тех вопросов, которые их касаются. Но везде студентов пускать никогда нельзя и не надо. Вот эта культура, перенять ее невозможно. Английский газон из известной поговорки растет сама по себе. Мы не можем поставить перед собой задачу трансформации культуры. Мы не Петр Первый, но, правда, мы не Эдмунд Берг, который смотрел на то, как пытались поменять культуру во время французской революции и писал, что это вообще невозможно никогда ввести только к жутким последствиям. Тем не менее, мне кажется, что если есть ключевой элемент, где создаются институциональные перемены и формирование возможной другой культуры, это создание профессорской аристократии, создание пожизненных позиций, что в России почти что не делается. Возможно, поэтому то, что предлагаю посоветовать Бреслауэр, прежде всего, создать меритократический комитет, который будет менять, прежде всего, практики назначения на оппозиции и создавать островки другой жизни, чем сложившейся обычной культуарской жизни. Ну, это единственный свет в конце тоннеля, хотя, может быть, к концу года, когда я пишу, экзекьютер Саммери, пять страниц и будут аргументировать, что, похоже, это дело в России не ввести. Мне хочется посмотреть, насколько и как все-таки это можно было сделать в нашей стране. Спасибо.